Всем привет! По многочисленным вашим просьбам сегодняшний выпуск посвящен родителям и их малышам-карандашам. Расскажем про детские площадки, места, где можно отдохнуть всей семьей и где можно пристроить своих детей. Поэтому let's go! Начали мы, наверное, с одного из самых центральных, самых популярных мест, которое находится в середине Джамтьена, прямо напротив ночного рынка. Это детская площадка с птичками и свинюшками из Angry Birds. Добраться до сюда очень просто. На любом тук-туке, который едет из центра, из севера в сторону Джамтьена, ну или если вы едете с южной части, то просто любой тук-тук, да или даже пешком можно дойти, если едете по Джамтьену, мимо вы не проедете. Здесь детская площадка с горками и качелями. Ну, в общем, смотрите. Основной расколбас здесь начинается часов 5-6, как раз в то время, когда открывается ночной рынок. Ну, естественно, вспадает жара, поэтому вечером здесь будет много детей. Здесь также волейбольная площадка, так что если вы любите поиграть в волейбол, вечером обязательно найдете компанию, с кем можно посоревноваться. Зимой, кстати, здесь ставятся трибуны и проводят чемпионаты. Прошлой зимой был чемпионат по пляжному волейболу и по волейболу тоже. Приезжали люди, приезжали команды со многих стран. Так, едем дальше. Наша следующая остановка – это овечья ферма. Их есть несколько в городе. Мы решили поехать в ту, которая называется Swiss Ship Farm. Она находится на южной части города возле Сильверлейка. Это та же сторона, где и аквапарк Рамаяна. Пошли за билетами. Ну, если мы были бы без тайских прав или без долгосрочной визы, билеты были бы по 300 бат для взрослых. Но учитывая, что мы местные, у нас есть документы, это подтверждающие. Билеты стоят не 300, а 90 бат. Мне очень нравится вот эта ферма, то, как здесь все устроено. Какие здесь скульптуры, всякие искусственные дурианы. И там еще есть маленький итальянский такой городок. Выглядит отлично. Подходит для декораций, даже для съемок фильма. И, кстати, вот здесь в билете есть такая штучка. Вот это маленький зеленый корешок. На нем прямо написано «бесплатная еда». Поэтому мы сейчас пойдем, и нам этот корешок оторвут и дадут какую-то еду для животных. Зелень всякую. Прямо заходишь сразу же от входа, где овечки, ослики. Вот нам поменяли вот на это. Но я думаю, нас развели, должны были дать побольше. Здорово! Смотри, вот этот самый смелый. Ослику тоже дадим. Так, черненький. Сейчас сделаем романтик для осликов, чтобы они одну на двоих ели и в конце поцеловались. О, даже на троих получилось. На, не ори. Все. Ну и запах от вас, пацаны, стоит, конечно. Чёрненький. Смотри, какие мелкие валяются, вон. А мелкие вообще не едят. Смотри, смотри, смотри. Просто малыши. Карбюратор подтекает у пацанов. Похож я на первого парня на деревне. Прикольно, что тайцы всегда делают какие-то декорации, готовятся к различным праздникам, даже которые вообще не из их культуры. Вот сейчас Хэллоуин на носу. Здесь видите какие-то надгробия, поставили Дракула вон с тыквами. Выглядит всё это прикольно. На Пасху тоже декорации делают и на День всех влюблённых. Э, Донателло! Донателло, давай выходи. Старый уже. Идём далее. Донателло, кстати, сидит прям под этой, под мельницей красивой. Донателло, давай выходи. Здесь есть такой участок, вот то, что я сказал в самом начале. Похож на маленькую Италию. Очень красивая архитектура здесь. Клёвое место, приехать, пофотаться. Здесь есть ещё комната, как раз вот в самом начале этого итальянского посёлка. С какими-то роботами всякими разными. Присматривался, думаю, из чего сделано. Это из автомобильных деталей. Вон шестерёнки какие-то, болты, шатуны, вкладыши, эти амортизаторы. Остальное какие-то болты и просто железки. В общем, в Таиланде даже из такого сцепления, коробка точнее, коробка разварена пополам. Короче, в Таиланде даже из такого мусора делают вот такие шедевры. Вот в этом итальянском деревушке, там есть кафе, там туалеты, мороженое продают, сувениры. Ну и просто очень много мест, где можно приехать и пофотаться. В самом конце, как это называется, загон. В общем, тут лошадки у нас пасутся. Он мелкие пони и лошадки взрослые. И в самом конце, на выходе, сувенирный магазин продают игрушки, футбол. Футболки, прочую сувенирную продукцию, ну и там напитки, мороженое и прочее. Еще есть одна овечья ферма. Она находится на севере города. Тоже можете забить в интернете Ship Farm и увидеть ее. Она гораздо больше, но мы поехали сюда, не знаю. Во-первых, она больше нравится мне, а во-вторых, она более удачно расположена, на мой взгляд. Так, едем далее. С овцами все. Наша следующая локация – это пляж Банампур. Прямо так называется в гугл-картах Банампур Бич. Это район 32-й, 34-й Сойки на Джамтьян. Добраться можно сюда с помощью белых тук-туков, которые ходят по сухому виду в сторону военного пляжа. Ориентиром может быть на Джамтьяновский пост-офис, почта. Ну, в общем, у всех есть телефоны. Забиваем в гугл-карты Банампур. И вот прям сюда вас приведет. Здесь две площадки, одна открытая. Сейчас детей здесь почти нет, но потому что солнце, пекло. И вон еще одна под деревьями, теневая. Много ресторанов. Кстати, мы снимали один ресторан здесь. У нас на YouTube есть видео с этим рестораном. Находится здесь рядышком, где вон та ветряная мельница. Поэтому место клевое. Обязательно к посещению семей. Разок за мамку, разок за папку, за Беларусь и за Чанг. Там вот еще вдалеке боксерские груши даже висят. И я думаю, они тоже бесплатные. Вот, прямо перед нами находится пляж с шезлонгами, с какими-то кафешками, с мороженым, с напитками. Поэтому можно реально приехать сюда на весь день зависнуть. Здесь чистые пляжи, чистый песок, без мусора, без ничего. Ну и детям будет где погулять. Давай, давай, давай. Проезжай, проезжай. Поворачивай. Ааа, парковщик. Наша следующая остановка, Тигровый парк. Находится на южной части города, рядышком с улицей Чайпрыг. Практически в самом конце, где заканчивается Джомтьян. Пойдем внутрь. В Тигровом парке цены идут от 800 до 1000 бат. Если вы хотите зайти в клетку, ну, естественно, вы зайдете в сопровождении тайцев. 800 бат это за средних, хотел сказать быков, за средних тигров, за подростков. А 1000 бат за самых маленьких и за взрослых. Также есть за 500 бат услуга, как сафари. Вас просто провезут в такой закрытой машине. Вокруг будут гулять тигры. Ну, а так можно просто посидеть, попить чай, кофе. Или какие-то алкогольные даже напитки здесь есть. И посмотреть вот на кошек. И не забывайте, что все вокруг под электричеством. Поэтому смотреть, чтобы дети не задели вот эти все провода. Видишь, кошка какая пошла. Наш следующее место это Паттайя Underwater World. Ну, или подводный мир. Паттайя находится он на сухом вите. Буквально 300-400 метров, не доезжая гипермаркета Макро. Вот Макро сейчас справа от меня в 300 метров. Добраться до сюда можно легко на любом белом тук-туке. Цены на билеты здесь 500 бат взрослый, 300 бат детский. Дети до 120, до 130 сантиметров. Но, опять же, если у вас есть долгосрочная виза, либо тайские права, то цена будет в два раза меньше. Наша следующая остановка – торговый центр Harbour. Он находится в центре города, на улице Центральной. Многие почему-то при мысли о торговых центрах вспоминают только фестиваль и терминал. Но на самом деле Harbour, наверное, самый детский торговый центр из всех. Ну вот, здесь огромное количество детских всяких магазинов, конструкторов, игрушек и прочих. Но здесь есть и бесплатные площадки, где дети могут просто порезвиться, я не знаю, какое слово потребить. Ну, в общем, повеселиться. А есть и всякие прикольные штуки. Например, вот есть RollerLand. Он, тайц, осваивает такое тонкое мастерство, как катание на роликах. Минимально можно взять в аренду ролики на 2 часа. Для иностранцев цена 350 бат. Для тайцев или для владельцев тайских документов – 200 бат сейчас. Идем далее в какой-то Little Land. Тут вам все сделано из лего. Весь этот лего мир стоит 240 бат для ребенка и без ограничений по времени. Хоть на весь день можно оставить здесь. Причем, если есть бабушка, дедушка, то они могут тоже здесь с ребенком играть. И за них вообще никакие деньги платить не нужно. Поднимаемся наверх. Тут еще какая-то детская зона. Тут целый веревочный городок. Дети лазают, как обезьянки, как тарзаны. Клевое место. Я думаю, мальчикам всем понравится. Я, по крайней мере, с детства всегда обожал подобные вещи. На самом верху есть зона, где играют в лазер-тек. Такие стрелялки лазерами. И даже если вы вдруг соскучитесь по холоду, здесь есть снежная зона с горками. С коньками. Стоит вход 460 бат. Тоже по времени не ограничено. На мой взгляд, Харбор – это самый интересный детский. Хоть он и позиционируется как торговый комплекс, но я бы назвал это детский развлекательный центр, потому что здесь все сделано для детей. На любой возраст, на любой интерес здесь можно найти занятия. Опять же, добраться проще всего, естественно, на такси. Находится он на центральной улице. Также ходят до сюда туфтуки от Сухумита, которые идут до Бейч Роуд по центральной улице и обратно. Самый конец мы оставили детскую площадку. Ну, про нее, наверное, многие знают. Но для тех, кто не знает, в торговом центре, центр фестиваля, который находится в самом центре города, на четвертом этаже, в крыле, который находится ближе к морю, есть большая детская зона. Цены здесь за 2 часа 300 бат для детей, 100 бат для взрослых детей. Но я не удержался, захотел взять сахарной ваты. Сахарную вату я не ел лет 12, наверное. Сейчас попробуем, как в Таиланде готовят. Действительно ли это будет так вкусно, как в России? Красотища вам какой-то, 40 бат слепили. Сейчас попробуем. Да, вкусно. Похоже на российскую. Вкус с детства. Сейчас слезы польются просто, как у крокодила. Ну что, сегодняшний ролик заканчивается. Мы показали вам те детские площадки, про которые сами знаем. На севере города не нашли, кстати, ни одной. Если есть какие-то площадки, про которые мы не успели сказать, вы обязательно напишите в комментариях, чтобы другие родители знали об их существовании. А на сегодня я со всеми прощаюсь. Всем спасибо и до свидания.